получилась очень круто в этом ролике покажу вам ремонт от начала и до конца сносить эти стены полностью стояки будут перевариваться здесь есть такой стояк канализации на полу нас лежит старый советский штучный паркет закончили демонтажные работы на полу у нас был асфальт всего у нас ушло две с половиной тысячи мусорных мешков электромонтажные работы начинать нельзя потому что вот это правильное исполнение черновой электрики поменяли стеклопакеты и посмотрите как интересно получилось смотрите как квартира уже начала преображаться стоит осушитель потому что квартира очень куда-то плитка чумовая мне очень понравилось сделали отверстие для того чтобы вы часто спрашиваете комментариях почему именно он потому что это всем привет сегодня нас квартира одного из наших подписчиков площадь квартиры 75 квадратных метров работы мы начали с разработки дизайн-проекта в этом ролике покажу вам ремонт от начала и до конца и так у нас трехкомнатная квартира площадью 75 квадратных метров это вторичка поэтому будем начинать с демонтажных работ будем сбивать штукатурку со стен сносить эти стены полностью и возводить заново из газобетонного блока демонтажные работы это самый сложный этап работ потому что смотрите какое количество старых труб при этом эти стены нужно сломать стояки будут перевариваться трубы будут меняться на новые также у нас в санузле здесь есть такой стояк канализации который встроен стену будем это все расшивать оголять менять при необходимости делать шумоизоляцию и потом это закрывать коробом также вот эти трубы тоже будут все перевариваться на новые на полу у нас лежит старый советский штучный паркет он сейчас демонтируется здесь будет уже лежать инженерная доска после выравнивания пола прибор отопления мы тоже будем переделывать будут демонтированы переварены все трубы которые подходят прибором отопления здесь смотрите как интересно стояк отопления идут трубы проходят через стену и выходят уже на кухне все это срежем и сделаем все заново из нового материала приедем на эту квартиру когда демонтажные работы будут готовы закончили демонтажные работы привезли материал для возведения стен это у нас газобетонный блок толщиной 10 сантиметров всего у нас ушло две с половиной тысячи мусорных мешков для того чтобы полностью вынести мусор из квартиры сбили всю штукатурку демонтировали стены на полу у нас был асфальт сантиметров 15 все это вычищали и убирали посмотрите какое огромное единое пространство здесь у нас будет гостиная здесь у нас будет кухня здесь у нас будет санузел за батареями еще штукатурку не демонтировали вот видите здесь остатки сейчас будем переваривать трубы отопления стояки отопительные приборы уже на квартире их нужно заранее привести чтобы понимать какое межосевое расстояние должно быть и четко их сделать посередине от оконного проема сейчас занимаемся возведением перегородок и приедем на эту квартиру когда стены будут готовы сделали практически все углы 90 градусов слоя получились разные то есть от двух сантиметров до 5 в некоторых местах но по-другому никак не получилось потому что будет инженерная доска и конечно же хочется уложить ее так чтобы не было никаких некрасивых подрезок посмотрите ручная штукатурка это родбанд он такого серого цвета и когда высыхает уже становится вот таким вот светлым окна естественно нас под замену и будут чуть попозже демонтировать и уже смонтируют новый стеклопакет здесь у нас ниша под шкаф также как и при механизированной штукатурки мы ставим штукатурные углы они у нас пластиковые чтобы они никогда у вас не прожавели ванна понятно что тоже все 90 градусов вот посмотрите какая у нас получилось совмещенная кухня и гостиная самое последнее что штукатурили это ниши под батареи они видите немножко выступают за плоскость стены батарея будет немножко утоплена и поэтому красиво получится сильно на выпирать не будет вот на этой стенке у нас получились очень большие слоя вот здесь вот 90 градусов и здесь стена немножко уходит вправо поэтому здесь вот штукатурили даже несколько слоев потому что слой большой и большой слой нельзя штукатурить сразу за один раз его нужно разбивать на несколько слоев здесь тоже все откосы стоят штукатурные уголки все посмотрите все 90 градусов все ровненько штукатурка заглинцованная штукатурку тоже можно глинцевать как и механизированную электромонтажные работы начинать нельзя потому что штукатурка еще не высохла поэтому сделаем механизированную стяжку для того чтобы закончить все мокрые процессы и квартира максимально быстро просохла потому что лето уже подходит концу приедем на эту квартиру когда механизированная стяжка будет готова закончили устройство полусухой стяжки и пока я был в отпуске ребята уже приступили к монтажу электрики и черновой сантехники стяжка получилась в районе 8 сантиметров мы ее проливали в течение пяти дней стяжка у нас была под пленкой но сейчас мы ее уже сняли для того чтобы стяжка начала сохнуть на данный момент уже сформировано место где будет водомерный узел он у нас будет санузле переварили вводные экраны поставили овентроп оптибал и чуть позже здесь появится красота делаем штробы набиваем на потолок клипсы сделали проходку в кирпичной стене вот здесь вот будут проходить кабеля через несколько дней будет замена окон и уже когда приедем следующий раз на квартиру все окна будут поменены вот здесь уже в коридоре по потолку начинают прокладывать кабеля вот видите набили клипсы электрический щиток у нас будет расположен в шкафу приедем на эту квартиру когда черновая электрика и черновая сантехника будет готова закончили монтаж черновой электрики и сантехники электрика у нас сделано вся по потолку в серый пвх гофре обращаю внимание что штробы должны быть строго вертикальные здесь у нас будет кухонный гарнитур и когда кухончики будут вешать мебель очень важно чтобы они не пробили наши кабеля для этого мы делаем как вот подрозетник и кабель пошел строго вверх вот это правильное исполнение черновой электрики сейчас вам покажу нашу сантехнику вот такой водомерный узел мы собрали стоит система инсталляции коллектора на холодную и горячую воду компенсатор гидроудара на горячей и холодной воде система защиты от протечек от производителя нептун редуктора давления и фильтра тонкой очистки а также магистральные фильтра гейзер собрали электрический щиток он нас расположился в шкафу чтобы никому не мешать а также здесь установили электрический счетчик для того чтобы сэкономить место поменяли стеклопакеты и посмотрите как интересно получилось в спальне у наших заказчиков здесь у нас одно сплошное окно выход на балкон разделили на две секции двери опустили в самый пол и вот такое вот огромное пространство через которое будет поступать большое количество света приедем на эту квартиру когда малярные работы будут готовы закончили малярные работы посмотрите как квартира уже начала преображаться готовим стены под обои и под покраску сделали короба из гипсокартона потолок у нас будет натяжной здесь будет стоять шкаф и под него сделали короб из гипса и смотрите по бокам от окна также уже установили подоконники и сразу их закрыли замотали чтобы не поцарапать не испачкать сохранить целости и сохранности стоит осушитель потому что квартире очень влажно отопительные приборы не стоят потому что вот эти ниши мы сейчас шпаклюем шпаклевку закончим и уже установим прибор отопления в каждом помещении в общем сейчас заканчивается малярный этап работ и потом мы уже приступим плитки приедем на эту квартиру когда плитка будет готова и посмотрим как она будет у нас смотреться доделали малярные работы и уже приступили покраски стены вот посмотрите какой приятный цвет выбрал наш заказчик плиточные работы закончены здесь у нас уложен керамогранит сверху ветошь и оргали для того чтобы не поцарапать плитку ванне тоже плитку уже уложены вот эту плитку чумовая мне очень понравилось смонтировали ванну и вот здесь вот островок небольшой тоже из керамогранита выложен и накрыт ветошь и оргалитом для того чтобы защитить керамогранит от царапин и грязи все приедем на эту квартиру когда стены будут покрашены закончили ремонт сейчас с вами пройдемся по квартире посмотрим какие чистовые материалы использовались и в целом оценим этот проект но сразу скажу что получилось очень круто самое главное что он полностью совпадает дизайн проектом который мы запроектировали то есть заказчик получил именно тот результат который я ожидал сейчас пройдемся по всем помещениям и я про каждое немножко расскажу сейчас мы находимся в коридоре сзади меня входная дверь под левую руку у нас будет стоять тумбочка на нее можно будет положить телефон ключи или какую-то мелочевку сразу под левую руку у нас мастер-выключатель а также выключатель который отключает свет только в коридоре с правой стороны у нас будет встроенный шкаф здесь нас электрический щиток а также будут спрятаны коммуникации которые связаны с интернетом на полу нас плитка размером 20 на 20 в виде такой мозаики отлично комбинируется с ламинатом который сделан под паркет плинтус у нас полиуретановый стены у нас под покраску это краской little green глянцевая потолок у нас натяжной и магеты по периметру проходим дальше здесь у нас спальня на полу у нас ламинат сделанный под паркетную доску стены у нас также покрашенная краской little green здесь у нас будет располагаться кровать на приедет чуть позже и вот эти светильники тоже здесь ночники чтобы книжку допустим читать телегазету если вы газеты выписывать это очень удобно читать ее по вечерам вот соответственно здесь смонтируем светильники когда они приедут и очень крутое решение это вот такие панорамные двери на балкон мы заменили ковку я чуть ранее об этом рассказывал ну конечно вид бомбически и вот это вот одно большое окно это всегда выигрышное решение потому что если вы делите на несколько да чтоб немножко там приоткрыть то не так смотрится когда вот таким единым большим контуру батарею мы заменили раньше было просто обычная чугунина советская сейчас уже стоит арбония проходим дальше попадаем в детскую комнату вот здесь у нас посмотрите какая столешница которая подходит прямо к окну здесь можно делать уроки книжки читать сделали отверстия для того чтобы горячий воздух проходил через стол и окно не запотевало чуть позже приедут решетки такие декоративные это все будет очень отлично смотреться стены также покрашены краской little green смотрите какой насыщенный зеленый приятный цвет потолки у нас натяжные багет по периметру сделали ниши из гипсокартона вот так это все выглядит и вот с этой стороны вот в этом месте будет шкаф соответственно под него тоже сделали нишу из гипсокартона батарея аналогично как с предыдущим помещением тоже были заменены это тоже арбоне по периметру полиуретановый плинтус двери это отдельная история посмотрите как вообще очень круто все это смотрится полотно у нас высотой 2 метра это стандартное полотно и вот этот добор придает высоты общей конструкции если вы берете дверь а сейчас модно тренд идет на двери больше двух метров то идет цена сразу плюс 30 40 50 процентов вот можно использовать такой вариант смотрится дорого но при этом по адекватному ценнику поэтому отличное решение прям берите себе на вооружение опять же есть у вас стиль ремонта соответствует такому дальше у нас коридор проходим здесь у нас большая кухня-гостиная здесь будет одно такое большое единое пространство раньше здесь была перегородка мы ее снесли смотрите какой эпический момент это у нас стояк отопления подача обратка отопительный прибор и потом идет труба идет 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 и еще один отопительный прибор то есть вот от этой точки до этой точки практически 6 метров вот пришлось так сделать потому что раньше здесь была стена это разграничил два помещения и это было не так заметно но вот сейчас когда все это одним большим контуром это единственное решение как можно было сделать на полу у нас ламинат сделанный под паркет уложена елочкой полиуретановые плинтуса стены покрашены краской little green здесь у нас будет очень много мебели поэтому на потолке сделали короба из гипсокартона это у нас натяжной потолок и по периметру у нас идет багет освещение здесь у нас люстра но она едет вот ее ждали неделю назад но она немножко задерживается поэтому потом приедем к нашим заказчиком и смонтируем ее вот трековая система когда у вас натяжной потолок трек он вот идет такой накладной с наружной частью потом вы уже можете вешать любое количество светильников направлять их любое место как вам будет угодно давайте скажем пару слов про кухню получилось просто пушка посмотрите на эти насыщенные цвета здесь у нас нет никакого плинтуса мы сначала поставили столешницу а потом уложили фартук из крупноформатного керамогранита это одна из самых красивых кухонь которую монтировали в этом году зону кухни мы отделили плиткой а здесь у нас уже идет ламинат который проходит самый коридор следующее помещение это у нас ванна давайте посмотрим как получилось там здесь у нас комбинация из трех плиток керамогранит крупноформатный белого цвета мозаика темного насыщенного зеленого и справа у нас керамогранит уже такого серого оттенка зеркало еще едет она будет здесь с подсветкой по всю длину установили майдадырь здесь у нас ванна уже установили душевую систему здесь у нас коммуникации будут закрыты при помощи двух мдф панелей они уже заказаны и приедут чуть позже обязательно электрический полотенцесушитель не надо никаких водяных электрический расход у него энергии небольшой поэтому вы эти расходы не почувствуете а водяной он может протечь в любой момент поэтому электрический полотенцесушитель вы часто спрашиваете в почему именно он потому что это безопасно под керамогранит белого цвета и серого мы частенько используем своих проектах вот такую плитку встретишь нечасто она смотрится очень круто единственный момент с ней она очень слабо калиброванная то есть приходится выбирать и подгонять для того что получился более-менее ровный рисунок ровные швы но мы прекрасно справились и получилось конечно очень круто очень стильно и отлично вписывается в концепцию данной квартиры вот такой ремонт получился по нашему дизайн-проекту все ваши вопросы пишите пожалуйста в комментариях либо по номеру цап который оставлю в описании к данному видео спасибо что досмотрели этот ролик до конца всем пока спасибо за просмотрели это видео